Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Словакия. Это за одну поездку. 40 тысяч километров за плечами, по катушке и по украинскому бездорожью, и по комфортным европейским трассам. В гараже у Олега велосипеды на все случаи жизни. Для гор я предпочитаю горный велосипед, для города предпочитаю гибрид. Но сегодня мне дали немножко прокатиться на электровелосипеде, я начинаю менять свое мнение. Ехать в горы и не крутить педали – мечта любого велосипедиста. Спортивный интерес не пропадет, уверен Олег. Хочешь добраться на работу с комфортом – жми на газ. Хочешь выложиться на трассе – не включай мотор. Эта машина, удобная как диван, хвастает изобретением разработчики. Электровелик на 5 килограммов тяжелее обычного, но такой вес компенсируется десяткам других преимуществ. Когда вы крутите педали, мотор помогает вам. То есть, чем тяжелее вам становится крутить, тем в большую работу включается мотор. Экологичный транспорт не нужно заправлять. Заряда аккумулятора хватает в среднем на 40 километров. Несколько часов подпитки от электросети и можно снова отправляться в путь. В нем можно ездить в обычной одежде, в которой можно с него прямо встать и пойти на свое рабочее место, либо отправиться за покупками еще куда-то. Он не занимает так много места, как, допустим, скутер, мотоцикл. Альтернативу мопедам, машинам и переполненным маршруткам, надеются разработчики, оценят и пенсионеры, и молодежь. Научиться не крутить педали электровелосипеда можно за считанные минуты. Анатолий Калмык, Медиагруппа «Объектив». Анатолий Калмык, Медиагруппа «Объектив»